Беларусь Еще в августе 2020-го Андрей Синица, Галина Смирнова и Александр Леоненко с пеной у рта отстаивали идею госпереворота, попались на уловку Запада и отправились в столицу строить новое, в кавычках, прекрасное будущее. Но с течением времени пелена с глаз начала спадать. Они пошли на попятную, открестились от экстремистских структур и дали признательные показания. Однако законы никто не отменял. Леоненко и Смирновой назначено два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Синица назначена наказанием в виде трех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Синице было предъявлено по части 1 статьи 342 два эпизода участия в несанкционированных мероприятиях на территории города Минска как 30 августа, так и 6 сентября 2020 года. Фактически из материалов дела видно, что предприятие Минск-Транс понесло определенный ущерб, поскольку не могли с учетом проведения данных мероприятий, массовых, несанкционированных с участием в том числе обвиняемых, осуществлять перевозку пассажиров. Приговор не вступил в законную силу. В апелляционные сроки может быть обжаловано обвиняемыми, их защитниками, а также принесен протест прокуратурой города в случае несогласия для допущенных нарушений. За экстремизм в Беларуси предусмотрено наказание. К нему относятся организации беспорядков, призывы к проведению несанкционированных массовых мероприятий, блокирование дорог. Введена уголовная ответственность за участие в экстремистском формировании и содействие такой деятельности. Работа правоохранителей по выявлению предателей в нашем обществе продолжается. Все виновные будут найдены и привлечены к ответственности. И это, пожалуй, тот самый случай, когда одним неверным поступком можно перечеркнуть всю собственную жизнь. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.